МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Николаевич Паладьев. Эксперт в области развития международной торговли, трансферотехнологий и инвестиций. Председатель совета директоров сети международных экспертов «Союз Кунсалк», член рабочей группы по ВТО «Прим Минэкономразвития России», автор книги методических пособий по глобальному предпринимательству и лидерству, а также экономической концепции «Эго-маркетинг» – новая экономика, основанная на экологичном использовании человеческих ресурсов. В Карачаево-Черкесию приехал в качестве эксперта в бизнес-форуме «Инвестируй в КЧР». Как Вы считаете, насколько бизнес-форумы полезны и какую практическую пользу они имеют? На самом деле, сегодня экономика капитально просела, и об этом, может быть, не будут говорить на форуме, но на практике предприниматели это чувствуют очень остро, и связано это и с устойчивыми бизнесами, это связано и с начинающими бизнесами. Просто как-то ни странно, деньги в экономике перестали быть. Они где-то есть, но их, с другой стороны, нет, как пел один персонаж. Я считаю, что бизнес становится глобальным, бизнес становится информационным, а значит, деньги и возможности развития бизнеса нужно искать на внешних рынках. Сегодня на своем выступлении уже говорил о том, что Россия занимает всего лишь 2% от мирового ВВП внешнеторговой деятельности. 2%! Это шестая часть. 2%! Представляете? Весь остальной мир, он занимает 98%. Но если мы с вами окунемся в аналитику, то мы поймем, что весь остальной мир живет на займах и перекредитовании. И тот колоссальный долг, который есть у штатов, и стран, которые, так скажем, следуют политике штатов, он на самом деле не укрепляет экономику, а наоборот ее разрушает. Но не сегодня. Сегодня это компании, которые имеют хорошие технологии. Сегодня это компании, иностранные компании, которые имеют хорошие кадры, ну и разветвленную сеть. Чего у нас нет. А у нас этого нет, потому что у нас отсутствует вот этот товароборот. Мы занимаем очень-очень маленькую долю. А это не опасная игра – жить взаим? Я думаю, что любая стратегия имеет место быть. Если помните, вся экономика начиналась с того, что ремесленники обменивались между собой своими изделиями. Дальше появились венецианские купцы, которые начали выписывать векселя, бумаги, и экономика сразу шагнула вперед. Следующий этап, он уже на нашем северном веку, мы его застали. Это деньги, электронные деньги, карточка, которая у каждого из нас с вами есть в карманах. И вот следующий шаг, как мне кажется, это криптовалюта. Пока это афера, выглядит как афера, но мне кажется, тренд идет именно в эту сторону. Сифровые деньги. Я подхожу к криптовалюте как к инструменту быстрых расчетов. Если вы приедете в Москву и здесь, наверное, то сегодня уже даже карточку никто не достает. Не достает никто наличные деньги. Есть процент, но небольшой. Мы достаем телефон и через технологию NFC мы прикладываем и делаем оплату услуг. Быстрая оплата. Мы с вами договорились, мы с вами сразу же оплатили. Если мы рассмотрим на уровне физических лиц, то вы, наверное, знаете, раньше велись расчеты через чековую книжку, через расчетный счет. Я выбежу вам кофер и так далее. Сегодня у каждого предпринимателя есть привязанная карточка. Вы можете оплачивать услуги прямо с этой карты. И деньги, соответственно, также поступают на эту карту. Мы упрощаем взаимодействие с клиентом. И вот криптовалюта, как я ее вижу, это именно элемент упрощения. Если мы говорим об экономике, о новой экономике, то это транзакционная экономика. Мы что-то сделали, вы говорите, одна минута, интервью со мной стоит, не знаю, там, три койна. И мы с вами поговорили, вы не выставляете никаких счетов, просто с меня списываются эти три койна, и вы об этом уже не думаете. То есть элемент расчетов упрощается, и от этого экономика она возрастает и растет. Давайте немного поговорим о вас. Как вы пришли в сферу консалтинга? В конце прошлого века я был преподавателем кафедры Московского института экономики, статистики и информатики. И моя научная тема – эго-маркетинг. Эго-маркетинг – рынок личности. Достаточно много работ в интернете, и я считаю, что это новая экономика, основанная на экологичном использовании человеческих ресурсов. Что у нас получается? У нас получается, что люди, которые приходят в этот мир, мы делаем из них сантехников, мы делаем из них менеджеров, и никогда не задаемся вопросом, с какой миссией они пришли в этот мир. Хотя знаем заведомо, что каждый человек, который пришел в этот мир, он должен сделать этот мир лучше, он должен этот мир сделать интереснее. А мы его просто переучиваем. Говорим, ты будешь водителем, ты будешь еще кем-то. И с темой эго-маркетинга, я вот сейчас не буду в нее углубляться, это возможность создания вот этой экспертной сети. И сегодня сеть международных экспертов «Союзконсалт» – это более тысячи экспертов по всему миру, экспертов, собственников бизнеса, ну и я один из них. Та технология, которая используется, ну если так вот простым бытовым языком, возможно вы делаете что-то лучше всех, вы задаете вопросы лучше всех. Разве вам нужно какое-то подтверждение, какой-то диплом? Я думаю, что возможно вы пойдете учиться, и вам изменят вашу фактуру, и вы потеряете свою идентичность и индивидуальность. Поэтому, может быть, имеет смысл понять вашу точку благополучия, а в эго-маркетинг человек развивается от точки благополучия. И дальше он развивается с позиции своих внутренних потребностей, да? Вы понимаете, что вы хотите, куда вы идете. И вот сеть, она дает вам такой вот регламент, вы получаете сертификат международного эксперта и действуете на всех рынках, вас поддерживают. Сеть международных экспертов занимается сопровождением международных проектов. Соответственно, для того, чтобы эти проекты сопровождать, нужно иметь профессиональную команду. Если мы пойдем архаичным путем, как шли наши предки, мы должны каждого принять на работу. Давайте посчитаем, сколько у меня будет фонд зарплаты, если у меня будут тысячи экспертов. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если я приглашаю к себе людей и заведомо знаю, что я не смогу обеспечить их, ну, так сказать, их амбицией, удовлетворить их амбиции, потому что моя задача состоит только в одном – соединить их в одну команду. Я не знаю, слышали вы или нет про креативную экономику. И креативная экономика – это экономика будущего. Ее придумали в Лондоне, Великобритании. И основа состоит в том, что новая экономика основана на творчестве. Ну, представьте, вот сегодня выступал наш китайский коллега. Я думаю, что роботы, автоматические линии, конвейеры, вот этот вот рабский труд, потому что зарплата постоянно падает, стоимость человека часа, как бы, она растет, но платят меньше за это. И когда вот кругом работают роботы, что может делать реальный человек? Он не может заниматься ремесленнической какой-то деятельностью, потому что по себестоимости его, так скажем, изделия будут гораздо дороже, нежели это сделать автоматическая линия, либо робот. Соответственно, мы с вами переходим в эпоху информационной составляющей. Вы знаете, где роботы выпускают, ну, не знаю, аналогичные какие-то микрофоны по одному доллару, и вы просто создаете информационную среду и приходят, покупают к вам. Им не важно, кто изготавливает, им важно вы, к вам есть трасс, доверие, и покупка идет через вас. Вы много работаете, а как отдыхаете? Первое, человек, который занимается творчеством, а я отношусь к таким людям, он отдыхает в творчестве. Ну, вы, наверное, сами сталкивались с такой историей, когда вы можете заниматься каким-то делом часами, может быть, сочинять стихи, может быть, писать книгу, очередной роман, или какую-то билистристику, заниматься художественным. Это вам дает отдых. Поэтому сегодня сеть – это творчество, общение с равными по духу и по уровню понимания. Я отдыхаю, да, как нормальный человек. Есть вещи, которые мне очень нравятся. Это абонемент в фитнес-центр, хамам, баня, сауна. После тяжелых встреч или переговоров просто идешь туда, либо бегаешь под тренажерной дорожкой, либо просто заходишь в сауну, хамам и как-то восстанавливаешь свои силы. Обязательно отдых. Раньше мы с семьей активно использовали заграничные поездки. Сегодня то место, которое мы облюбовали – это Сочи, Адлер. Как я говорю, направо пойдешь, в Абхазию попадешь. И там тоже своя история очень интересная. Налево пойдешь, в Сочи выпадешь, и там сойшек есть. Поэтому сегодня курорты Краснодарского края, они очень даже помогают предпринимателям расти, развиваться и оставаться здоровыми. А могут ли курорты Карачаева-Черкесии конкурировать с ними? Я поэтому здесь. Я сегодня назвал Архыс, назвал карачаевским шавелем. Вот мое выступление, опять же, оно было связано с трансфером технологии. Если мы посмотрим на здания, сооружения, канатную дорогу, это те технологии, которые мы взяли и купили, по сути. Но если мы понимаем, что есть определенный рынок, который будет потреблять эту продукцию, вот такие дома, шале, возможности подниматься в горы, технологии спуска, все это нужно изучать, это нужно привозить сюда. Потому что сегодня пока мы как делаем? Мы взяли и купили iPhone 6, продали его здесь, потом закупили iPhone 7, продали его. Что делают наши коллеги китайцы? Они купили iPhone 6, все остальное уже скопировали. И в результате у них получился Honor и другие изделия, не уступающие по качеству. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что место исключительное. И, наверное, сегодня о нем знают гурманы. И тот человек, который нас привозил в это место, он сказал, что здесь в СИЗО не протолкнуться. И действительно, это место, оно сделано по технологии, в бой с этого слова, швейцарской, то есть очень высокого уровня. И я думаю, что это место обречено на успех. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Уважаемые зрители, сейчас очень сложное время. И я думаю, что надеяться нужно только на себя, верить в свою семью, в свой род, понимать, зачем ты пришел в этот мир и какие задачи ты собираешься решать. Отсюда у вас будут появляться друзья, эксперты, как мы сегодня обсуждали. Те люди, с которыми вы сможете сделать следующий шаг. А ведь большой путь начинается с первого шага, поэтому сделайте его. Редактор субтитров А.Семкин